Почему вас тормозит Дискорд и с чем связаны вылеты программы и что с этим делать? Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и очередной полезный видеоролик у меня на канале. Я не планировал его снимать, это внеплановый выпуск, так как 3 дня тому назад вскрылось, что на сайте Дискорд есть баг, который существует аж 2020 года, и из-за него пользователи испытывают трудности при работе с мессенджером Дискорд на Windows 10 и Windows 11. Начнем с того, что лично для меня Дискорд всегда был заменой Тимспика с хорошим звуком, которым пользуется большинство моих друзей, поэтому я отдал ему свое предпочтение. Я старый дед и понятия не имею, какие дополнительные функции есть в Дискорд. Я знаю, что там есть магазин, как-то можно стримить игры и тому подобное и так далее. Многих людей это бесит. Вот вам скрин с форума Дискорд, где пользователи просят сделать одно приложение для зумеров и какое-нибудь полегче для обычного voice-чата. Так вот, большая часть проблем связана с тем, что по умолчанию, когда вы качаете программу с официального сайта разработчиков, вам автоматом выдают версию Дискорд, написанную по 32-битной системе. На других сайтах вас или спрашивают, какая у вас разрядность системы, или автоматически это определяют и дают загрузить наиболее совместимую с вашей версией Windows копию программы. А вот у Дискорд такого нет, и с какой бы версии Windows вы не качали клиент программы, вам всегда будут подсовывать 32-битную версию Дискорд. Чем отличаются 64-битные версии программ от 32-битных? Отнимать ваше драгоценное время я не буду. Вот табличка, можете поставить видео на паузу и ознакомиться с ней. Самое забавное, что я покупал себе старый ноутбук в 2019 году, а в 2020 накатил туда Дискорд. Естественно, также зашел на официальный сайт разработчика и нажал на кнопочку «Загрузить для Windows». У меня была 64-разрядная десятка, и я сейчас не поленился, достал свой старый ноутбук, включил его, и представьте мое удивление, когда я обнаружил там 32-битную версию Дискорд. То есть этот баг существует на сайте Дискорд как минимум с 2020 года. Я говорил, что ролик будет короткий. Вот вам ссылка на официальный сайт Дискорд, где вы можете скачать современную и правильную версию клиента мессенджера по современной операционной системе. Все, что нужно было поменять, это текст в конце адреса, а именно сменить x86 на x64. Этот баг обнаружил чувак под ником Archer и написал соответствующий тред в официальной сети Twitter. Тред набрал полтора миллиона просмотров и почти 10 тысяч лайков. Сотни пользователей в комментариях стали писать, что им это помогло. Программа перестала тупить и вылетать на рабочий стол, и в целом ее работа стала более плавной. От себя могу добавить, что у меня были проблемы с производительностью Дискорд, но только на ноутбуке. А когда я пересел на стационарный ПК, где процессор чуть помощнее, все проблемы исчезли. Но все равно, я обновился на 64-битную версию программы. Самое главное, что вам ничего не нужно будет переустанавливать или настраивать заново. 64-битная версия Дискорд устанавливается на 32-битную, как самое обычное обновление. Пользуйтесь на здоровье. Ну а с вами все это время был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх. Если вы не знаете, что написать, то просто напишите до конца. Тогда вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok